Мы начинаем с 13 стиха. И в этом стихе уже седьмой ангел, шестой, вернее, ангел вострубил. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, откуда исходит этот голос в 13 стихе. Обратите внимание, я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвы. То есть, со стороны жертвенника приходит голос. Если вы обратите внимание на это ключевое слово жертвенник, и на протяжении всей книги Откровения посмотрите, как оно используется, то вы увидите, насколько важное значение имеет это слово. И в Ветхом Завете говорится о том, что жертвенник был окроплен кровью. И когда приносили в жертву животное, то тогда кровь стекала по жертвеннику в определенный сосуд, который находился под жертвенником. Помните, вчера мы с вами говорили о душах убиенных, а где они находились? Они находились под жертвенником. То есть, вот эта тема, кровь святых, кровь мучеников, в книге Откровения очень важная. И очень серьезно относится Бог к тому, что его дети умерли мученической смертью. А вот мы сейчас, в наше время, стараемся избежать мученической смерти. Нам бы не хотелось становиться мучениками, однако вот в книге Откровения, вот эта идея мученичества достаточно почетная, на высоком уровне представлена. А в Откровении, в этом вот отрывке, Бог является как владыка. Другими словами, все, что происходит в Его руках и зависит от Него. И мы видим, что вот этот суд, после шестой трубы, он исходит от жертвенника. То место, где изливается, от того места, где изливается кровь. И, как так же, это место, этот жертвенник становится мотивацией для этого суда. И этот суд непосредственно исходит от Бога. Далее мы прочитаем фрагмент с 14 по 16 стихи. Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефратии. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его. Лично я считаю, что все-таки здесь речь идет о таких вот демонах, демонических силах, об ангелах, которые были приготовлены специально для этого времени и сдерживались, удерживались до поры до времени. Поэтому мы говорим, что вот эти освобожденные существа, это падшие ангелы. Они были связаны до поры до времени, но придет период, когда они будут освобождены. Это сделает Бог. И в 15 стихе объясняется, почему они были связаны. Потому что в этом заключался Божий замысел. В данном случае Бог еще не реагирует на грехи людей, которые они совершают в это время. Здесь другой замысел, и мы видим его в 15 стихе. Эти ангелы были освобождены для того, чтобы умертвить третью часть людей. И вот здесь вот это выражение, чтобы умертвить, неопределенная форма глагола использована, умертвить, что показывает на цель, с какой целью это делается. То есть совершенно понятен замысел Бога в данном случае. Он заключался в истреблении одной трети человечества. Обратите внимание на то, что это первый случай в Откровении, когда суд Божий карает непосредственно уже людей. До этого, как мы с вами говорили, люди погибали косвенно, то есть в результате последствий. А вот в данном фрагменте, в данном случае освобождаются ангелы специально уже для того, чтобы умертвить третью часть людей. И вот 17 по 19 стихи, если вы прочитаете описание этих вот существ, этих тварей, да, то вы приходите к такому заключению, что им нельзя сопротивляться, им бесполезно сопротивляться. Здесь мы с вами видим, что суд ужесточается, то есть переходит на более высокий уровень по жестокости. Помните, мы с вами говорили о структуре книги Откровения, что иногда мы видим какое-то движение времени, события развиваются хронологически. Но это не всегда. Более яркое движение, это движение ужесточения судов, когда становится все хуже и хуже. Помните, в книге в Исходе, когда каждая казнь одна за другим следовала, с каждой казнью сердце фараона ужесточалось еще больше. И то же самое происходит здесь. Суд постепенно ужесточается, а человек становится еще более беззащитным. Однако, несмотря на это, они также ожесточают свое сердце, то есть продолжают грешить и продолжают жить без покаяния. А я вчера размышлял над тем, что мы с вами все-таки люди хронологии. Мы живем в этом мире от времени ко времени, то есть от периода определенного к следующему периоду. Но Бог не ограничен временем. Он всегда существует в настоящем времени. Поэтому мы не можем ожидать только хронологического изложения видений со стороны Бога, потому что таким образом мы его ограничивали. Бог пожелал изложить вот эти вот события, которые происходят в книге Откровений, как рассказчик рассказывает свою историю в качестве такого повествования. Сначала он рассказывает историю, а потом он как бы возвращается немного назад, дополнительную информацию нам представляет, какие-то детали, которые нам необходимы для того, чтобы дальше разобраться. В том, что происходит, многие люди пытались увидеть чистую хронологию в книге Откровений, но у них все равно ничего не получилось. Поэтому я говорю, что Откровение не записано в хронологической последовательности, но продвигается вперед посредством ужесточения суда с одной стороны и ужесточения сопротивления с другой стороны. Однако тщетность сопротивления становится очевидной с каждым разом. Твари, которых использует Бог, это не танки или другие созданные людьми машины. Да, это не китайская армия, которая не может поддерживать 200 миллионов солдат на передовой, а злые духи, которым бесполезно сопротивляться. Потому что в данном случае мы видим, что вот эти злые духи могут убивать как на расстоянии, так и в ближнем бою. Ужесточение суда приводит к усилению сопротивления. Природа человека не меняется. Потому что человек, если он не призван Богом, он всегда будет выбирать грех и предпочитать грех. Человек предпочитает грешить, как и раньше. Об этом мы читаем в Римлянам 1 главе с 21 по 23 стихи. Я хочу предложить кому-нибудь из класса прочитать Римлянам 1 глава с 21 по 23 стихи. Римлянам 1 глава с 21 по 23 стихи. Римлянам 1 глава с 21 по 23 стихи. Я думаю, что книга Откровения – это фактически последняя сцена, которая показывает истину, изложенную в этом фрагменте, в послании к Римлянам. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект «Молитва» и «Финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Если люди отказываются, каятся, это указание на то, что спасение все еще предлагается им. Да? Или нет? Да. 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 На этом этапе оно еще предлагается, но в книге Откровений наступит такое время, когда оно будет уже устранено. Этого предложения уже не будет. И мы с вами тоже продолжаем это делать. Как бы плохо не становилось в этом мире жить, мы все равно провозглашаем Евангелие. Поэтому, как мы должны реагировать на эту ситуацию, продолжать провозглашение истины. Продолжение следует...